И к другим темам. Лучшие математические умы с разных уголков России и зарубежья прибыли в Волгодонск. Наш город четвертый раз стал центром международной научной конференции. И с каждым годом география участников становится все шире. Все подробности в нашем видеоматериале. Рассказать о последних достижениях в изучении теории Эйнштейна математиком Юга России Андреас Арваниту Иоргас приехал из Греции. Его доклад на тему Римановых многообразий открыл работу международной конференции в Волгодонске. Наш город уже в четвертый раз принимает научный форум такого уровня. И проходит он на базе Волгодонского института сервиса. То, что четыре года подряд город Волгодонск принимает математиков страны, и даже ближние зарубежья сегодня присутствуют, это очень важно, потому что это доверяют. У нас не сильная математическая школа была, и то, что сейчас рождаются эти традиции, это, конечно, очень замечательно. Для новых предложений и обмена научными мнениями у участников конференции есть четыре дня. Всего же заявили свои доклады 146 человек. Не только со всех уголков России, но и ближнего и дальнего зарубежья. В этом году международная конференция в ВИСе расширила географические границы, включив не только Сибирь, Кавказ, Дальний Восток, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан, но и Грецию, и Турцию. И все ради одной цели – повысить качество преподавания такой сложной науки, как математика. Там, где развивается наука, там качественное преподавание, там высококвалифицированные преподаватели. Поэтому цель конференции – это развитие математической науки и в то же время поднятие качества преподавания в ВУЗе. А главное – эта конференция привлекает в науку молодых исследователей. Именно за поддержку молодых умов Российский фонд фундаментальных исследований выделил грант 120 тысяч рублей на организацию этого мероприятия. И программа участников конференции насыщенная. Работа ведется сразу по пяти направлениям. Это работают пять секций, и в каждой секции свои интересы. Там комплексный анализ, вещественный анализ, математическое моделирование, дифференциальные уравнения, информационные технологии. По каждой из областей работа будет проводиться четыре дня. Обогатившиеся новыми знаниями и поделившись своими, участники международной конференции разъедутся 8 июля. Лидия Шумко, Сергей Овчаренко, Новости ВТВ. Редактор субтитров А.Семкин